Накал на льду чувствовался с первого и до последнего периода. Ставки были высоки. На кону стояло золото турнира. Интерес к этой игре подогревался и тем, что команда из Северской до этого считалась непобедимым фаворитом. А результат оказался не в пользу хозяев. 7-2. Анапа – чемпион. Усилились они. Взяли людей себе, молодых. Тяжело. Вратарь у них хороший очень. У нас немножко помастеровить команду. У нас есть ребята, которые чемпионы Куба Гагарина там завоевывали. Второй по значимости матч завершился с более крупным счетом. Хоккейный клуб «Вектор» из Краснодара обыграл крымский «Изумруд» в споре за бронзовые медали. Все матчи проходили под знаменитой шайбу, а на трибунах присутствовали иностранные болельщики. Не больше Радославлевич, бизнесмен из Сербии, любит и следит за хоккеем. А на этом турнире у него родилась идея. Соревнование в станице Северское, хоккейное соревнование, очень понравилось. Мне как предпринимателю, который работает в Южном федеральном округе, предстоит задача привезти своих хоккеистов из Сербии сюда. Мне очень хочется посмотреть, как наши хоккеисты будут соревноваться с хоккеистами России. После Сочинской олимпиады хоккей на Кубани получил второе дыхание. Его популярность теперь будет расти с каждым годом, уверен первый заместитель министра спорта края. Мы планируем сосредоточить свои усилия на том, чтобы развивать то, что построили. Эти ледовые дворцы должны не просто быть площадками для катания, так сказать, для проката, а стать той спортивной площадкой, где дети смогут совершенствоваться. В девяти муниципальных образованиях, где есть ледовые дворцы, функционируют детские команды, проводится чемпионат перенства Краснодарского края. Поэтому этот вид спорта набирает обороты. После завершения всех матчей были подведены итоги соревнования. И, как водится, выбраны лучшие в номинациях. Ими стали вратарь хоккейного клуба «Вектор» Леонид Рюхтин, нападающий «Анапы» Сергей Калинчук и защитник Василий Папандопула, капитан команды «Северские волки».